здарова-здарова братишки сестренки приятного аппетита всем кто кушает вы на канале никсом play победителем прошлого розыгрыша становится slim 81 сервер мск мои поздравления друг только от одного я не знал это то что вещи после покупки с магазина нельзя передавать в течение двух недель в любом случае не нужно переживать вещи достанутся победителю после снятия бана это я обещаю следующий розыгрыш благодаря игроку crazy спасибо тебе за щедрую поддержку брат stalker для участия в розыгрыша нужно обязательно подписаться на канал нажать на колокольчик и написать комментарий не менее пяти слов которым нужно указать свой игровой ник в этот раз розыгрыш проходит только на сервере его 1 итоги розыгрыша будут известны с выходом следующего видео для многих уже не секрет о том что я начал историю нового персонажа начал проходить квесты и прокачиваться заново на серверу 3 все это сделано для того чтобы показать всем вам насколько сложно и легко развиваться новичку в нашей любимой игре потому что не раз уже поступали жалобы о том что сложно выживать а уж тем более фармить новичку в зоне свое прохождение игры стояут от новичка до топ я буду писать в прямом эфире и только в нем чтобы ни у кого не возникало сомнений в моей честности я уверен что в новой рубрике туда-сюда миллионер так я ее назвал а мы выясним насколько сложно будет выжить новичку в зоне на канале я сделаю отдельный плейлист в нем будут все видео данные рубрики в любое время можно зайти посмотреть приятного просмотра начиная свой тернистый путь как и все со станции лесной а точнее даже не с нее а с обучения в котором stalker проводник проводит меня в неизведанную полную загадок зону отчуждения в начале игры как и все вновь прибывшие сталкеры в игру я прохожу обучение советую не пропускать его дабы не потерять атмосферу и дух сталкерство раньше такого не было ни предбанника не обучение ты просто регал аккаунт и шел на все четыре стороны с вокзала то бишь развивайся как можешь сейчас же разработчики позаботились о начинающих сталкеров и разработали систему обучения а также новую отдельную локацию и именуем у станции лесной для всех начинающих энтузиастов к слову на стартовой локации нету pvp так что убить тебя никто не сможет лутайся спокойно выполняй квесты и постепенно изучая погружайся в разнообразные полный загадок мир вселенной stay out обучение заканчивается на моменте когда проводник просит подобрать непонятный для меня предмет лежащий возле трупа я же веду своей неосведомленности поднимаю отчего моему персонажу становится плохо тут то я начинаю понимать что меня кинули и доверять незнакомцам зоне не стоит очнулся мой персонаж в каком-то доме немного очухавшись я начал выполнять какие-то мелкие поручения разжечь костер приготовить мясо и другое в общем все то что от меня требовала игра выполнив пару несложных заданий я подошел к своему первому попавшемуся нпс владимиру ильичу тот свою очередь с радостью нарезала мне кучу заданий оружие на складе поговорить с людьми на станции ключ от лаза на склад и так далее дожарив мясо я отправился за дедовским ружьем на старый склад благо ключ у меня уже имелся без труда по описанию я нашел старую водонапорную башню а под ней был люк открыв ключом люк я попал в подземку в которой лежала теперь уже моя двухстволка далее я вылез на склад и пошмонал там все ящики и мешки с мусором нашел какое-то начальное барахлишко из лута все что там было в округе решил покинуть это место дабы не терять время зря после удачного похода на склад я снова решил подойти к ильичу и проверить его на предмет новых заданий скипнул все диалоги я получил пару квестов далее я отправился на болото в дом по квесту хата на отшиве на месте меня ждал какой-то мужик с ним диалог берется автоматически при входе в тот самый дом после диалога с незнакомцем глава история хорона обновляется и мне снова нужно подойти к личу чтобы узнать у него подробности про хорона при разговоре по душам и лишь долго не сопротивляясь решает рассказать мне про старика но взамен за информацию просит пострелять местных пцов на болоте а в доказательство просит принести ему 5 хвостов двигаясь попутном направлении на болото для выполнения миссии под стрелу блохастых я решил забрать схрон с припасами координаты которого выдал мне ранний ильич долго собак искать мне не пришлось они были на свалке химотход зайдя внутрь я понял что задержаться тут не стоит так как в этом месте поняла радиация пока я лазил по болотам и отрезал собакам хвосты я пособирала ира который в дальнейшем мне пригодится на квесты вернувшись к ильичу я отчитался о проделанной работе тот свою очередь как и обещал рассказал мне все что знал про этого деда в надежде на хорошее вознаграждение я побежал обратно в старый дом на болоте чтобы доложить странному сталкеру все что мне удалось выяснить про хорона в награду сталкер предлагает нам выбор патроны деньги или антират я немного подумав выбрал деньги так как на них можно купить и патроны и антират получив свою награду я отправляюсь прямиком на станцию так как тут ловить мне уже нечего подхожу к барыге при разговоре выясняется что станцию можно покинуть не только через ильича но и через него а для того чтобы кочегаров отвез меня мне нужно получить разрешение от сторожа а сторож свою очередь не дружит с головой делать нечего иду к сторожу знакомиться поговорить с ним я отправляюсь за медной проволокой благо электро щиток находится рядом со станции только вот сам щиток лезь не советую шарахнет током и оглушит ищи катушку рядом в кучах с мусором я свою нашел в левой куче мусором далее катушку нужно разобрать что я и сделал благодарочка ребятам из чата за то что помогли советом разобрав катушку я получил медную проволоку которую сдал нуждающемуся в ней сторожа следующий мой шаг это раздобыть специальную настойку за ней я пошел уже к известному нам и личу в соседнюю деревню нужную настойку он мне сказал сделать только ингредиенты ему надо добыть самому и принести для настойки требуется корень аира чтобы его получить я засунул три разка болотного аира собранных на этом же болоте в бидон стоящий рядом с домом на болоте в котором я уже бывал далее я отправился вглубь болота ориентиром было огромное дерево и под ним уже был корень аира подобрал его и пока двигался обратно к ильичу настрелял еще собак с них уже ильич просил принести ему уши забрав на стойку я двинул обратно на станцию чтобы напоить ее сторожей получить у него разрешение на выезд за пределы станции вглубь зоны подойдя к барыге со станции я доложил ему об успехе он свою очередь решил грузануть меня еще одним мелким дельцем в дорожку а именно попросил достать ему артефакт из аномалии которые находятся в тоннеле неподалеку отсюда взяв магнитный захват артефактов я отправился на дело успешно достав артефакт я отдал его вместе с прибором барыги обратно пою сторожей на стойкой и получаю разрешение для кочегарова на выезд за пределы станции докладываю барыги об успехе возвращаемым за взамен получаю посылку для франклина за которую смогу выручить 30 тысяч рублей по прибытию в любящий я чуть не забыл сказать одну важную вещь это то что я купил премиум уже со старта игры премиум удваивает получаемый опыт а это значит что прокачка твоего персонажа пойдет в два раза быстрее также он экономит половину суммы требуемых за переходы увеличивает получаемые очки торговли за квесты в общем одни плюсы их очень много это я еще не все перечислил я настоятельно рекомендую покупать премиум каждому особенно новичкам которые только-только начинают играть не поскупитесь гарантирую вы не пожалеете а если у тебя нет возможности купить премиум есть решение для тебя есть специальный промокод никсон вводи его в меню игры получай премиум совершенно бесплатно и неважно где ты играешь steam вк или лаунчер промокод работает абсолютно везде забирай промо в описании к видео и наслаждайся игрой прибыв в любящий разговариваю с отлайвичем он более-менее обрисовывать на местные устои и советует посетить мастерскую максим анатольевича нужный человек в любящий говорит общаюсь с колей кислым и пытаюсь выйти с вокзала как тут меня на выходе стопает какой-то местный и вдовесы грузит на еще на одну посылку мы по пути закине мою в итоге получил я кучу поручений от которых просто можно разорваться и не знаешь за что браться в первую очередь хочется сделать все и сразу но так не бывает нужно набраться терпения первым делом я решил прочекать цены всех видов трав которые насобирал пока был на станции и подсчитать примерную прибыль выставив на доску весь хабар который хотел я пошел в здание комендатуры чтобы разыскать там палку и отдать ему посылку а тот включил дур и отправил нас бывалом возле дк пока я тут решил прошвырнуться в комендатуре и познакомиться со всеми ее обитателями прошел греку на второй этаж потом познакомился с ученым и в конце концов с алексом расспросил у него про ноги кислого и получил задание любишься когда сев которому не требуется доложить кто чем занимается в любичем это задание будет постепенно выполняться само собой просто нужно делать квесты у всех этих нпс которые указаны в задании заглядываю к ученым беру задание у валентина льва валерьяновича и доктор зиновью в итоге квестов я нахватал как собака блок выполняя задание спасите наши уши получены от валентина по отстрелу собак я уже мастер в принципе издав задание получая следующее на уши альфа самцова пока я направлялся в дк попутно делал задание отчет из блокпостов по нему нужно просто пробежаться по всем кп и поговорить с нпс стоящими там встретил санька бывалого у здания дк и взял у него задание на склад за тушенкой заодно отдал ему посылку на бывалый вместо обещанного вести тысяч дал мне две козел и заодно посоветовал поработать с людьми с дк метрофаном и шляпником метрофан предложил мне принести ему свежих паучьих лап а шляпник пачку чая сделать квесты барыг из дк хочешь не хочешь надо так как через них я получил пропуск штакета в подвал нашел марка возле парка и взял у него задание на зачистку склада как раз по пути с тушенка для санька бывалого за заход два квеста сделаю здорово в здании милиции сдал квест алексу по обходу с блокпостов и получил следующий опрос свидетеля палки расспросив палку возвращаюсь греку и докладу информацию грек в свою очередь меня отправляет кислом но прежде чем идти я делаю квест подозрительный шум получены от палки за зданием милиции нужно всего лишь подойти к стене города там будет кабан или не будет его это в принципе неважно квест все равно будет сделан сдал его палки и пошел на склад за тушенкой и по зачистке зачистка склада оказалась лайтовой так как народа там слава богу не было и мобов кишмя кишила собрав ящики с тушенкой и настреляв мобов я пошел на вокзал навестить колю кислого и скинуть все барахло на склад пока скинул барахло на склад мне повезло и какой-то сталкер написал мне в личку и предложил подзаработать суть мне нужно было отправить его в тюрьму от меня требовалось чтобы он меня два раза грохнула я его заказал дело плевая за это он предложил мне денежное вознаграждение в размере 50 тысяч деньги хорошие подумал я и предложил ему свою цену в размере 100 тысяч так как он уже опытный stalker и думаю за сотку не удается чувак быстро согласился и мы провернули это дело деньги были переданы человек отправился в тюрьму первый заработанный капитал я решил инвестировать в охотничий нож который купил с доски за 95 тысяч затем я обменял старый никчемный наган на два магазина тт у оружейника сержа пошло дело если ты давно хотел пройти данж или ивент например логово паукан но не знаешь где и как найти себе команду не беда приходи в дискорд сообщества кубик льда здесь тебе помогут пройти любой ивент в игре гарантированно дружное приятное отзывчивое сообщество проверено заходи ссылка в описании закрепленном комментарии пока нож ехал посылка из кухни гурмана я пошел брать образцы по квесту от ученых из комендатуры также попутно я нашел франклин отдал ему посылку и получил свои кровные 30 тысяч франклин в свою очередь посоветовал мне пообщаться с сизифом за наводку спасибо но это потом полез собирать образцы и заодно нарезал кое-какое количество поочих лап по квесту от метрофана собрав образцы я вернулся на вокзал за чаем чтобы сдать квесты кучи и не бегать по сто раз из угла в угол кинул в чат сообщение про покупку чая и к моему счастью нашелся добрый сталкер и дал мне чай просто так чему я был очень рад сдал зиновию квест с образцами и получил новый на тест противоядия забежал к марку и сдал квест на зачистку склада в дк сдал шляпнику чай и взял задание на зеленый комок отдал саньку бывалому ящик консервов которую макнул со склада и получил задание расколоть бичей по пути в садик чтобы по тесте противоядия я забежал расколоть бичей каштан быстро мне сдал баламута у которого я брал до этого квест план помидор далее я добежал до детсада чтобы меня покусали отравили пауки для теста противоядия в итоге противоядие зиновию не срабатывает я бегу ему об этом сообщить сообщаю на этом квест и зиновию для меня пока что все Валерьяночка веста мне пока что не даёт, потому что я не принёс ещё уж альфа-самцов Валентину и не прошёл проверку. Благодаря этой рубрике, думаю, куча новичков смогут прокачать свои аккаунты, как и я. Собственно, для этого я всё это и делаю, чтобы показать всё на своём примере, что это всё возможно. Спасибо за просмотр, до встречи в зоне. Ну проветришься, заходи. Субтитры подогнал «Симон»